Боже мой, как же плохо на Урале, не погуляешь, не походишь. У меня реально мозги очень сильно повернулись. Где я сейчас? Но я не знала! Огромный! Я орала, как сумасшедшая. Привет, красотка! Я снова рада приветствовать тебя на своем диванчике. Прошлое видео про мой первый и последний поход к гинекологу так сильно вам понравился. Вы захотели больше болтологичных видео, разговорных, где я чем-то с вами делюсь. И я спросила у вас в Инстаграм, вот в этом посте, где хотели ли бы вы целую серию видео от меня, как протекает и протекала вся моя беременность по триместрам. Беременность примерно делят на 3 равные триместра по 3 месяца. И каждый из периодов отличаются друг от друга, и вам стало это очень интересно. Много очень было положительных отзывов, поэтому я снимаю это видео. Вы снова у меня на диванчике. Снова предлагаю вам запастись водичкой, потому что, скорее всего, болтать я буду долго, я не умею болтать мало. Тут я набросала небольшой сценарий, и сегодня мы заденем именно мой первый триместр. Я хочу сразу же предупредить, что это не какое-то теоретическое видео, как беременность должна проходить. Нет-нет-нет, для этого нужно читать книжки. Я расскажу только про то, как проходило это у меня. И если я и буду говорить что-то теоретическое, как бывает и что бывает, то это просто для того, чтобы вы немножечко углубились в этот процесс и понимали вообще, о чем я вам повествую. Давайте начнем. Мои первые три месяца выпали на конец августа, сентябрь, октябрь и начало ноября. Чтобы вас ввести в курс дела, это был период, когда мы поехали в свадебное путешествие сразу после свадьбы и вернулись из него обратно в Екатеринбург. В самом начале расскажу, что такое вообще первый триместр, чем он знаменат. Триместр? Семестр? Я сказала триместр, не семестр. А то я в самом начале о беременности говорила семестр. Это триместр, девочки, нельзя путать. Для начала расскажу, чем знаменателен, так сказать, чем отличителен именно первый триместр, какие у него есть особенности, как это обычно происходит. Как ни странно, это самый-самый важный этап для малыша, ну и в принципе для мамы, но на самом деле для малыша в плане его роста. Конечно, все этапы важны, понятно. Но именно в самом начале происходит закладка всех органов. Ребенок развивается невероятно быстро. Именно в этот момент как бы желательно обращать внимание на свое питание, избавляться быстренько-быстренько от вредных привычек, если они еще есть. Но зачастую именно этот период мама вообще не знает, что она беременна, как у нас это часто происходит, там, задержка, и то, может быть, спустя некоторое время. Я прям выписала, ну просто, чтобы вы умилились. К концу первого триместра, то есть, представляете, к концу третьего месяца малыш достигает размера 8 сантиметров, а вес его не превышает 7 граммов. 7 граммов. И это при том, что у него уже сформированы все самые важные органы. У него есть свое собственное, индивидуальное, уникальное личико, ножки, ручки. Просто умиление. Что у нас обычно по самочувствию? Если вы слышали когда-нибудь слово токсикоз и знаете, что это происходит во время беременности, то именно вот зачастую с первым триместром токсикоз и связан. У некоторых бывает токсикоз и третьего триместра, у некоторых бывает всю беременность, можно сказать, один сплошной токсикоз, но зачастую именно вот первые 3 месяца это самая жесть. Такое общее понятие многих факторов и сонливость, и усталость, и потеря аппетита, и ненависть к людям, депрессия, раздражение. Все самое не очень приятное можно назвать токсикозом. И чаще всего недели с третьей мама начинает чувствовать тошноту, странное изменение каких-то привычных запахов, кто-то начинает хотеть есть определенные продукты, вот это вот все сюда. Также, что характерно для этого периода, это самый высокий риск прерывания беременности. Приходится именно на первый триместр. Это угроза выкидыша. Поэтому, собственно, и нужно себя максимально беречь. Что еще важно сказать? Это я сначала хочу сказать о том, как происходит обычно в мире, и как происходило у меня. Собственно, ничего у меня не поменялось. Абсолютно. У меня не было токсикоза, я безумно этому рада. И я много от кого слышала, от мудрых людей, читала в книжках, что на самом деле, в принципе, по природе, если не брать 21 век или там 20 век, а брать то, как беременность проходила раньше у наших предков, токсикоза, в принципе, это и не было. И если у тебя достаточно витаминов, достаточно минералов в организме, все протекает хорошо, ты счастлив, гармоничен сам с собой и так далее, токсикоза как такового быть не должно, кроме как каких-то факторов типа усталости. Но вот прямо рвоты, тошноты, что отражение организмом ребенка, это ненормально. Это показатель того, что чего-то в организме не хватало, либо не хватает. У меня никаких побочных эффектов не было. Я точно так же кушала, точно такой же у меня был аппетит, точно так же все запахи я воспринимала адекватно. Единственный момент, октябрь, это, получается, второй месяц моего первого триместра, я провела очень сонливо. Мне прямо хотелось больше спать, я стала менее работоспособной, мой режим просто ушел в пень. Вы знаете, то, что раньше я ложилась в 9, просыпалась в 5. Здесь я просто как бы... Sorry, конечно, я могу лечь в 9, но встану я тоже в 9. То есть мне в 5 вообще не хотелось вставать, и в этот момент я дала, конечно, своему организму делать то, что он хочет, и не лезть в него, не встраивать никакие графики, просто расслабиться. Я спала, когда хотела, если мне нужен был дневной сон, я спала днем. Единственное изменение физиологическое у меня было увеличение молочных желез. Это происходит с выработкой гормона прогестерона. Организм готовится к лактации, грудь готовится к лактации. Я очень надеюсь, на этот момент мальчики уже точно выключили это видео, если вдруг смотрели его до этого момента. Еще, помимо сонливости и моей усталости, у меня какая-то ненависть проснулась к нашей погоде уральской. У меня такое бывает, конечно, но так сильно я еще не ненавидела погоду на Урале. Серьезно, я настолько зависела от нее. То есть у нас осень, представляете, вот эта хандра. Не золотая осень, когда там плюс 15, ты можешь погулять в тренче, нет. А когда вот серость, то ли листья опали, то ли уже снег начинает выпадать, ветер очень сильный, ноль градусов, дожди, какие-то странные вещи на улице происходят. Короче говоря, осень. Я действительно начала задумываться о том, чтобы переехать из этого города, из этого региона, может быть, даже из страны, серьезно. Я просто Дениса каждый день бесила своим негативом каким-то, говоря, боже мой, как же плохо на Урале, не погуляешь, не походишь. А я еще тогда начала свой второй марафон шагов, и мне реально ходить вообще не хотелось. Может быть, это была вот эта вот там осенняя хандра, как происходит у всех людей, у многих людей. Я когда с подругами делилась своими ощущениями, своими самочувствиями, они такие говорят, ну, походу, я тоже беременна, потому что у меня тоже самое чувство, осенняя хандра. Но для меня это было как-то сильно обострено. Я обычно как-то к погоде более лояльна, типа, ну ладно, ничего страшного, когда-нибудь будет тепло. Что очень сильно изменилось? Это, конечно же, мое питание. Если сейчас, к концу, к середине, где я сейчас? На третьем триместре, короче говоря. К концу беременности, в любом случае, я уже немножечко подрасслабилась, я уже нашла свою золотую середину. Я, конечно, не ем фастфуд, не пью газировки, но в то же время так сильно, так прямо, знаете, жестко к своему питанию не подхожу, как это было на первом триместре. На первом триместре я начала очень сильно углубляться в книги, в информацию, во все различные YouTube-каналы, которые посвящены теме родов, родовспоможению, ну, понимаете, мне прям хотелось брать, брать много информации, просто хотелось полдня реально читать. И, конечно же, вопросу питания во многих книгах посвящено много информации, и я сразу же такая, так, нужно огородить себя абсолютно от всякой фигни, хоть немножечко вредной, пагубной для организма. И, в принципе, я рада, что так со мной произошло, но тогда у меня реально мозги очень сильно повернулись. Я распечатала таблицу, которую повесила на холодильник, где были полезные продукты список, то есть их нужно было как можно больше кушать каждый день. Не очень полезные, но как бы допустимые, и вообще не нужно никогда есть продукты. В общем, я нормально так на это подсела. Действительно, питание у меня было супер. Я полностью отказалась от кофе, несмотря на то, что там исследования показывают, что две кружки капучино можно было даже в день выпивать в первом триместре, но на всякий случай я отказалась от травяных чаев, от обычных чаев, от кофе. Я пила только воду, пила очень много воды, ела очень много фруктов, овощей, я пила витамины. Ответственность, которая была на меня возложена тогда, самой собой же, реально очень на многое повлияло. Мне казалось, ну не то, что казалось, меня действительно стало двое, и я несу ответственность теперь не только за свой организм, но еще и за крохотного младенца, который хочется, чтобы был здоровеньким, рос хорошо, активный, поэтому я максимально так налегла на эту тему. Также вы знаете, что раньше я бегала по утрам, а тут я перешла на ходьбу, мне врач сказала, что бегать больше не надо, не надо трясти ничего. Я сразу же такая, давай искать в Екатеринбурге, какие у нас тут есть фитнесы, йоги для беременных, бассейны для беременных, и мне везде говорили, так, приходите с 14 недели, или вообще приходите с 20 недели, потому что первый триместр, желательно себя поберечь, и кроме зарядки вообще ничего не делать. Но потом, знаете, в октябре мне стало так сонливо, и я так стала быстро уставать, что мне вообще было ни до каких фитнесов, я даже зарядку дома не делала. Также, что я начала делать, я начала мазать живот кокосовым маслом, не только живот, но еще и бедра, грудь, попу, поясницу от растяжек. На всякий случай, ради профилактики, начала это делать, еще когда живота, собственно, не было. Живот у меня начал немножечко расти, но это, знаете, сейчас, как бы я с таким барабанчиком, я бы сказала, что там у меня плоский живот. Я делала и делаю до сих пор фотографии каждый месяц, как у меня меняется в прогрессии живот, как он растет, и сейчас я смотрю, но это третий месяц и понимаю. Ну, знаете, переела немножечко. А тогда мне казалось, о боже, у меня живот огромный. И каждый раз во время этой процедуры, когда я намазывала себе живот, я разговаривала. Еще тогда не знала, что девочка, но сейчас знаю, что с девочкой. Говорила, как мы ее с папой очень сильно любим. Но в то же время я активно так продолжала выставлять видео. Как вы помните, никаких у меня больших промежутков, пробелов без видео на канале не было. Я придерживалась своего расписания, снимала, монтировала, разрабатывала, между прочим, бьюти-бокс, который вы помните, что вышел. То есть как бы работоспособность у меня осталась. Я не замедлила полностью все свои соц.дела, но в то же время всегда давала себе передых, если он мне был нужен. А, очень важный момент. Я встала на учет, девочки, что это вообще такое. Ну, я знала, что беременные ходят в какие-то там больницы, ходят в женские консультации. Я не знала, когда это нужно делать, куда нужно идти, потому что я вообще как бы прописана в Нижнем Тагиле, а живу в Екатеринбурге. И как же печально, что на тот момент я прочитала какую-то статью, видимо, не очень достоверную, где было написано, что можно встать на учет только от государства. То есть, типа, только в государственную больницу. Как оказалось, нет. Как оказалось, можно было встать в любую клинику, которая предоставляет эту возможность и сэкономить кучу себе нервов. Я не буду сейчас разглагольствовать долго, но государственные больницы, девочки, не знаю, может быть, только у меня такой опыт с ними, но это просто отдельная история. Какие там были недовольные врачи-то, ладно, медсестры, но какие-то были недовольные самые беременные женщины, которые сидели в коридоре, они недавно узнали, что они беременны, или некоторые уже были с большими животами, они постоянно жаловались на жизнь, на своих мужей, на своего ребенка, который вообще ни в чем не виноват. И мне просто сидеть даже в этой очереди было противно, я постоянно надевала наушники, чтобы всего этого не слышать, отгородиться как-то, быстренько сходить на прием, быстренько сказать у меня все нормально, отпустите меня, пожалуйста, и уйти оттуда. Это был мой опыт. Со второй беременностью я уже буду знать, что можно сразу же вставать на учет не от государства, а идти платно и экономить себе кучу времени, сил, терпения и так далее. И что из прикольного, я отметила, я не знаю даже рассказываю вам это или нет, но раз я отметила, я как бы расскажу, конечно. Мы с Денисом во время свадебного путешествия заехали в маленький городок Италии под названием Гарда, ну как маленький, нормальный обычный городок, и посетили там Гардаленд. Гардаленд это как Диснейленд, только поменьше вроде бы, но по количеству адреналиновых горок нам было достаточно. Мы на самом деле очень сильно любим адреналин. Оба любим самые экстремальные горки в мире. Я помню, я еще такая Денису говорю, нам нужно обязательно, обязательно найти парк аттракционов во время нашего свадебного путешествия, чтобы я напоследок отыгралась, потому что мы планировали беременность, и я понимала, что это означает в ближайшие 9 месяцев я точно не смогу испытать адреналинчик, а я его реально очень люблю. Я из раупджампинга прыгала, из парашюта прыгала, и на всех самых адреналиновых экстремальных горках всегда катаюсь, и мне это очень нравится. В общем, я понимала, что в ближайшее время я буду этого лишена, и мы поехали в этот Гарда Ленд, и это были самые страшные горки в моей жизни и в жизни Дениса. Я орала, как сумасшедшая. Мне вот серьезно до сих пор хватило. Я вот не хочу вообще больше никогда, мне кажется. Настолько мне там было страшно. Мы еще купили проход без очередей на самые экстремальные горки. Раз нам были интересны только экстремальные, логично было съездить на экстремальных по максимуму и вообще не посещать все эти семейные там паровозики, вот это вот все. Я просто максимально свою нервную систему испытала. Мы едем сегодня в Гарда Ленд. Гарда Ленд это третий по величине, по популярности парк развлечений и парк аттракционов в Европе. Он прямо называется парк адреналина. Антон. У Champagne Гарда Ленд Родena Гарда Ленд Гарда Ленд Посетили все адреналиновые горки Я просто умирала Я решила прилечь, потому что Я не соображаю вообще, что происходит У меня тряслись колени У меня тряслись руки, пальцы, ноги У меня были мокрые ладошки Мокрые ступни Это при том, что я очень сильно люблю адреналин И вообще много чего уже испытала Но это было просто жесть Денис пошел за сладостями Потому что, мне кажется, моему мозгу нужен сахар И к чему я все это рассказываю? К тому, что я была беременна Я в этот момент была беременна Но я не знала! Серьезно, это была, наверное, первая неделя беременности Я была на самых страшных горках в свою беременность Причем я пошла на эти горки, чтобы отыграться напоследок Ох ты, нормально я поговорила, конечно, с вами Я очень надеюсь, красотки, что это видео вам понравилось Что вы будете ждать второй части, а потом и третьей части Какие, может быть, вопросы были бы особенно интересны Потому что сценарий составляла просто я На основе того, что я посчитала интересным включить Но если вам что-то особенное, прям интересное Из второго триместра обязательно пишите Я вас очень сильно люблю, красотки! Улыбайтесь чаще! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok